Вы слушаете канал жаж.клаб. Керапедия, что писал Ксенофонт о Кире Великом. Восхищение Киром Великим, основателем Персидской империи Ахименидов, вдохновило афинского солдата, государственного деятеля и историка Ксенофонта на создание «керапедии» или «воспитание Кира». Керапедию, или «воспитание Кира», лучше всего описать как частично вымышленную или, по крайней мере, сильно драматизированную биографию Кира Великого. Кир вызывал страх и восхищение на Древнем Ближнем Востоке и в Средиземноморье. Эта работа была написана уроженцем Афин греком Ксенофонтом, который сам по себе прославился как солдат, государственный деятель и историк. Однако Ксенофонт не задумывал «керапедию» как чисто биографический труд. Вместо этого она была предназначена для того, чтобы проинструктировать своих читателей, в первую очередь греческую элиту, в вопросах как политики, так и морали. Тем не менее, «керапедия» по-прежнему предлагает захватывающий взгляд на жизнь Кира Великого. Кир Великий, субъект «керапедии» Кир Великий, 6530 год до нашей эры, был основателем Персидской империи Ахименидов. Он создал то, что было в то время самой большой империей, которую когда-либо видел мир. При этом он завоевал Мидийскую империю, Лидийскую империю и Нововавилонскую империю, так что его территория простиралась от реки Инд до Средиземного моря. Кир Великий также создал знаменитых персидских бессмертных, элитное подразделение из 10 тысяч солдат. Позже Кир Великий совершил поход в Среднюю Азию, где сражался с массагетами, кочевым скифским племенем. Согласно наиболее общепринятым источникам, эта кампания закончилась его поражением и смертью, хотя некоторые утверждают, что он просто вернулся в свою столицу и умер там. Наряду со своими завоеваниями, Кира Великого помнит за множество других достижений. Он создал эффективную систему управления своей империей, разделив ее на сатрапи или административные единицы, контролируемые чиновниками, известными как сатрапы, которые обладали широкими полномочиями. Разветвленная дорожная и почтовая система соединяла обширные территории его империи. Он также издал указы, установившие политику религиозной терпимости и позволившие евреям вернуться из Вавилонского изгнания. Фото, TheCollector.com В результате философы, политики и генералы восхищались Киром Великим и стремились подражать ему, даже в современности. Ксенофонт, автор «Киропедии» Ксенофонт, 430-354 год до нашей эры, был греком афинского происхождения, и не был современником Кира Великого. Тем не менее, он хорошо знал Ахименицкую Персию и ее царскую семью. В молодости Ксенофонт служил сначала простым солдатом, а затем командиром группы греческих наемников, известной как «десять тысяч». Эти солдаты были завербованы подложным предлогом, а затем оказались глубоко на территории Ахименидов на проигравшей стороне в гражданской войне. Возглавив «десять тысяч» в тяжелом походе к безопасности, Ксенофонт присоединился к спартанской армии, проводившей кампанию в Малой Азии. В этом качестве он в конечном итоге сражался против своего родного города Афины и, возможно, в результате был изгнан. Затем он переехал в поместье недалеко от Олимпии, которое ему предоставили благодарные спартанцы. Именно во время своего изгнания Ксенофонт, скорее всего, написал «Керапедию» вместе с целым рядом других произведений. Как философ и историк Ксенофонт был хорошо подготовлен. В юности он был учеником и другом Сократа, что могло быть еще одной причиной изгнания. Обучение и личный опыт сделали его одним из величайших писателей древности, а его творчество охватывает множество жанров. Его многочисленные таланты в полной мере представлены в «Керапедии» – работе, которая также охватывает несколько жанров и не поддается классификации. Жанр работы, хотя повествование «Керапедии» довольно прямолинейно и описывает образование идеального правителя, классифицировать работу оказалось очень сложно. «Керапедия» не вписывается ни в один из известных сохранившихся жанров классических текстов. Его по-разному интерпретировали как биографию, ранний роман, манифест о лидерстве или философский труд. Мотив Ксенофонта при написании «Керапедии» не ясен, хотя, похоже, он намеревался написать эту работу, чтобы дать своей аудитории моральное наставление. При этом его ближайшим литературным эквивалентом будет средневековый жанр «Зеркала для принцев». Эти тексты служили своего рода учебником для правителей по аспектам хорошего поведения и управ. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.